В день здесь заготавливают до 20 тонн мяса, большая часть для нужд столицы. В год завод обрабатывает до 1200 тонн, на сегодня заготовлено 700 тонн говядины и еще 120 тонн баранины. Общее поголовье скота Ваймы Керхангай составляет 2,5 миллиона голов. Несколько лет назад здесь построили мясоперерабатывающий завод. Он стал хорошим подспорьем для животноводов не только этого региона. Ранее Аратам приходилось ехать в столицу, чтобы подороже сдать мясо. Теперь рядом завод и это не менее выгодно. Предприятие занимается не только разделкой, но и перерабатывает внутренности и ливер. На вешей технологии освоили 70 рабочих. Мы работаем уже 5 лет. Осенью заготовщики выезжают по стоянкам и на месте принимают скот. Мы заготавливаем 30% от общего объема страны. У нас есть хорошие машины-рефрижераторы, специальные холодильные склады. В основном животноводы здесь держат коров и овец. Эту традицию решил нарушить подбелок. Предприимчивый молодой человек заметил, что рынок поставок свинины в Аймаке остается незанятым. Получив из фонда развития малого и среднего бизнеса кредит в 20 миллионов, Ботбилек открыл свиноферму. Нанял трех помощников. В планах фермера дальнейшее расширение хозяйства и обеспечение свиным мясом весь Аймак. Я готовился, исследовал этот рынок около года, поставил в залог дом, машину, решил начать. В моих планах начать поставки в Аймачный центр, а уже затем и в столицу. Работу начал около месяца назад, закупил свиней. Первые доходы жду уже к концу года, во время празднования Нового года и Белого месяца. Пример работящего и дальновидного фермера не грех использовать и другим. Важно при этом не надеяться на помощь, а использовать имеющиеся собственные средства и возможности местного рынка. Тогда и предпринимательство будет в стране развиваться, и безработицы станет меньше.